Случайно включила телевизор, и тут появляешься ты. Надо же, как бывает, а? Знаешь, это докторишка. Что? Что? Я его хорошо знаю. Это один из моих лучших клиентов. Неужели? Он желанный гость. Да. Платит по-королевски. Анита вечеринку, она это заслужила. Мама, ничего не надо. Видишь, как все вышло? Неважно, что вышло. Дина ведьма. Вот я и вмешалась. Нет, нет. Дина неплохая. Она выгнала меня из школы, потому что я защищала тебя. У нее не очень сильный характер, но она неплохой человек. Так мог поступить только плохой человек. Ее вынудили обстоятельства, ей тоже нелегко. Она мне не нравится. Привет, Эльса. Анита здесь? Да. Что с тобой? Ты только не кричи и не ругайся. Меня исключили из школы. Как исключили из школы? Мама, со мной обошлись несправедливо. Я пошла к директору поговорить насчет Софии. Ты мне не ответила. Думаю, ты преувеличиваешь. Папа учит меня отстаивать свою точку зрения. Отец не этому тебя учит. Алло. Алло, Энесс. Уведи Аниту из дома, пожалуйста. Но где ты? Я заперт в спальне. Как заперт? Нет времени тебе объяснять, Энесс. Быстрее уведи ее, или меня хватит удар. Субтитры сделал DimaTorzok Señores, llegó el sudero, hoy vengo igual que ayer Por estas calles queridas, donde la vida me vio crecer Vecina, llegó el sudero, con la alegría otra vez De andar por el vecindario, porque en el barrio me enamoré El sudero de mi vida, no hace falta que te diga Yo siempre sé tu alegría, me ha ganado el corazón El sudero de mi vida, ahora no me salen guía Me hace falta tu alegría y la pureza de tu amor Vecina, llegó el sudero, a ver quién me va a comprar Me gusta cuando a la calle todos me salen a saludar El sudero de mi vida, sí señor, sí señor Yo lo espero cada día, sí señor, sí señor Vecina, aquí ha llegado, sí señor, sí señor Su sudero enamorado, sí señor, sí señor Vecina, llegó el sudero, sí señor, sí señor Usted sabe que la quiero, sí señor, sí señor L consume, bueno contemplate las soonias Bueno, 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 bueno... mail, тут. А если он нам нужен, его нет. Тебя выгнали из школы, и на сегодня этого хватит. Идем. Пока. Пока, дорогая. Пока, Эльса, спасибо. Пока. Счастливо. До встречи. До свидания. Пока. Детка, мы договорились все друг другу рассказывать. Поэтому я и пришла. Мы неделю не обменивались новостями Жижи. Что? Съешь печенье? Нет, нет, я на диете. Прости. Слушай, я обескуражена. Привет. Привет, Эльберто. Софию уволили из школы. Как уволили? Ну, доктор, как он? Хорошо, ложная тревога. Дай сказать врачу. Простите. С ним все в порядке, сеньора. Его давление в норме. В норме. Почти идеальное. Сердечный ритм нормальный. Хорошо. У тебя тут не в порядке. Потому что мне больно. У тебя проблемы с головой. Сеньора, думаю, вашему мужу необходим отдых. Я пропишу ему успокоительное. Как вы считаете? Да. Ей тоже. Что? Мне успокоительное? Выпишите ему. Я согласна, доктор. Хорошо. Я оставлю вам таблетки. Принимать каждые восемь часов. Нет, не таблетки. Лучше уколы. Я вколю. Хочешь, чтобы я страдал? Зачем? Эльса, простите. Что на сей раз, Мусапапа? Я решу все твои проблемы, детки. Все проблемы. Мусапапа, ты хочешь решить мои проблемы? Слушай, что я скажу. Тот клоун, который облил тебя помоями по телевизору, он... Рафаэль. Я кое-что о нем узнал. Это тип такой же грязный, как агитировка Фортуната. Он плохой человек. Выслушай меня внимательно. У меня нет времени, чтобы слушать твои бредни. Меня уволили. И теперь мне надо налаживать свою жизнь. Ясно? Но я хочу помочь, София. Скажи, как и я тебе помогу. Так же, как помог мне на телевидении. Неблагодарная. Что я сделал не так? Я только хотел защитить свою королеву. Я тебя защищал. Я сама могу себя защитить. Но у меня очень важная информация о том типе. Можно я кое-что тебе скажу? Бомба! Скоро взорвется, и взрыв будет сильным. Позвони в школу и назначь собрание. Ну зачем? Звони, увидишь. Я не хочу, чтобы Анита ходила в такую антидемократичную школу. По-моему, Ипполита. Надо найти другую школу. Послушайся меня. Можно сказать? Да. По-моему, ты думаешь не об Аните, а о себе. Как всегда. Почему это я думаю о себе? Чтобы Анита не встречалась с Софией, ты хочешь перевести ее в другую школу. У девочек прекрасные отношения. Настолько, что Анита вступила из-за Софии и ее выгнали из школы. Именно, Энесс. Выгнали, поэтому надо искать другую школу. Нет. Почему? Ее должны восстановить в той же школе. Поэтому нам с тобой надо пойти туда и поговорить. Обо всем. Нет. К этим фашистам я не пойду. Раз они фашисты, это нельзя спускать рук. Им это даром не пройдет. Постой. Что ты делаешь? Решаю проблемы. Мама, я ухожу. Звони, если я понадобусь Мануэлю. Да, а ты куда? В парикмахерскую. У тебя прекрасный цвет. Я хочу перекраситься. Даже нет, лучше подстричься, как бы отрезать все неприятности. Думаешь, в таком состоянии... Вернее... В каком состоянии? Ты немного взволнована? Мама! Я серьезно. Не принимай поспешных решений. Мама, я не взволнована. Просто мне... Грустно. Я хочу что-нибудь изменить, чтобы отделаться от невезения. Да, дорогая, понимаю. Но быть осторожной. Не принимай решения, не будучи полностью уверенной. Однажды я тоже постриглась, а потом жалела. Впрочем, как хочешь, дорогая. Спасибо. Альберто, появляешься в телевизоре всего на несколько секунд, и теперь можешь просить взаймы где угодно. Я даже раздавал автографы. А женщины стали пялиться на тебя, словно ты Роберт Редфорд. Альберто даже не надо показывать по телевизору, чтобы за ним бегали девушки. У него их и так штук-двадцать. Повезло тебе, парень. Чертовски повезло. А я-то чем хуже его. Альберто. Альберто. Что? Можно тебя? Подождите, Альберто. Показали бы меня по телевизору. Ну? Что, Ленор? Это я хочу спросить, что? Почему не развезли ящики? Мы с ребятами немного заболтались. Немного? Развозка должна быть уже закончена. Только не надо меня отчитывать, Ленор. Через минуту поедем и все доставим. У тебя все в порядке? Все. Точно? Тебе не нравится, что я заставляю вас работать? Ты не хочешь, чтобы на фабрике был порядок? Дело не в этом, а в Даниэле. При чем тут Даниэль? Перестань, Альберто, пожалуйста. Не начинай сначала. Ленор, я же все вижу. Ему тоже плохо, он всех сторонится. Зачем ты мне это говоришь? Зачем? Затем, что мне кажется, он хороший парень. Он рассказал, что между вами произошло. Я знаю, что он болтун и не хочу слышать, что он тебе сказал. Почему? Потому. Он славный парень. К тому же ведь он не сказал мне, а я спал с Ленор. Нет, он просто хотел поговорить, потому что ему было грустно. И он беспокоится о тебе. Хорошо, что он этого не сказал. Он еще молод и не знает, что есть вещи, о которых молчат. Понял? Ладно, забудь. Я сама виновата. Не надо связываться с детьми. Ошибаешься. Он уже не ребенок Ленор. Это я тебе точно говорю. И тем более не зеленый юнец. Даниэль отличный парень. И его возраст тут совершенно ни при чем. Мы старше его, но совершаем столько глупостей. Я больше не могу. Что? Все время его гоню. Подожди. Я отвечу. Алло, фабрика Мусапапы. Да. Да, да. Сейчас. Висенте. Что? Это... Мария. Тебя. Алло, Мария. Привет. Как дела? Хорошо. Как я рад. Привет. Я думала о нашем разговоре. О чем именно? Мы о многом говорили. Об операции. Я собираюсь к врачу. Ты анимел? Нет, я улыбаюсь. Ты меня удивила. Я рад, что ты решилась. Я иду сегодня. Ты пойдешь со мной? Если можешь. Да, конечно могу. Прием в шесть. Давай встретимся в пять часов около карусели. Попробуем сбежать из дома. Ну как? Отлично. Значит, в пять часов. Что? Ты говорил так. Так мучает коровы. Ты куда-то собираешься с этой девушкой? Куда? Я не даю пресс-конференции. Мне нравится, когда ты влюблен, ты становишься остроумным. Обычно ты желчный и недовольный. А от любви у тебя глаза сияют. Покажи, какие у тебя великолепные зубы. Молодец. Совсем другое дело. А ладно. Держись, девочка. Не бойся. Эльса, как я рада, что ты пришла. Садись, угощайся печеньем. Нет, лучше кофе. Ладно. Привет. Привет. Я пришла, чтобы телефон. Она забыла его. Вдруг он ей понадобится. Я передам. Останься, я уже ухожу. Я только зашла выяснить насчет курсов по сексологии. Мне так хочется на них учиться. Могу себе представить. Не забудешь передать? Подожди, не уходи. Что тебе, Титти? Я хочу извиниться перед тобой за Ипполита. Я прочла в книжке. Люби своих врагов, как самая себя, и доводи дело до конца. Титти, у меня нет врагов. Но держись подальше от моего дома и моего мужа. Не надо так, Эльса, серьезно. Я тебя очень люблю. Мне было одиноко. Такая пустота внутри. Я догадалась, и ты решила разрушить жизнь моего мужа и мою тоже. Подожди, Эльса. Дай мне руку, пожалуйста. Нет, не дурачься, Титти. Умоляю. Титти, перестань. Привет. Как дела? Ну, как я вам? Что случилось? Что-то с Мануэлем? Нет, дорогая. Тогда почему вы такие? Если никто не посмеет ей это сказать, скажу я. Что? Ты изменилась. Да. Ты выглядишь неплохо, но прямые волосы были лучше, как у Рит и Хэйвор. София, прости, тебе нужны очки. Ты похожа на дятла Вуди. Мама, скажи что-нибудь. Дорогая, тебе идет эта прическа. Поразительная перемена. Только вот что, София. Я бы немного причесалась. А не пойти ли вам всем к черту? Анита. Что ты делаешь здесь? Как вы, если меня выгибли, не понимаете, что меня выгибли? Что вы, если вы в школе, с мамой? Да, если я выгибли в этот момент, я выгибли в тарде. Вы выйдете так? А что? Холодно? Лучше надеть плащ. Я никогда не мерзну. Ты озябнешь, папа. Хочешь, я пойду с тобой и подожду в кафе, пока вы не закончите. Куда пойдешь? В школу, папа. Анна вела себя чрезвычайно дерзко. И я была вынуждена принять меры. Меры? Вы приняли меры. Но Анита хорошая девочка. У нее золотое сердце и сильный характер, как у мамы. Да. Одно дело сильный характер и другое неуважение к школьной администрации. В чем это выразилось? Только в том, что девочка обвинила вас в трусости? Но ведь это так, Дина. Вы испугались, что вас уволят, как и Софию, верно? Видите? Она вся в мать. Ипполито. Успокойтесь, Инесс. Не вините меня, я хочу вам помочь. Я вас не обвиняю. Очевидно, кто-то оказывает на вас давление. За дерзость Анита заслуживает наказание. Но вы должны были сделать ей выговор, а не исключать из школы. Вы приприяли слишком крутые меры. Согласен. Меры слишком крутые. Это произвол и самоправство. Да. Анита хорошая девочка. У нее золотое сердце. Ипполито, ты только мешаешь. Ты можешь немного помолчать? Прости. Дина, послушайте. Анита много вынесла за этот год. Ей было трудно сменить школу. Она очень старалась адаптироваться. И ей это удалось. Прошу, пересмотрите ваше решение. Пожалуйста. Ладно, я подумаю. Позволь мне. Подумайте. Да. Как следует подумайте. Потому что Анита хорошая девочка. Идем, Ипполито. У нее золотое сердце. Ипполито. Как у мамы. Пока, Дина. Подумайте. Заплетем косички, как у Гресси и Кальминара с той мыльной опери. Замолчи, пожалуйста. А что, это так сексуально? Мне не идет, Тити. У нее тоже были рыжие волосы. Ее никто не любил. Послушай, может тебе носить шляпку? Что? У меня идея. Можно сделать тюрбан. Подожди. Только оберну шарф. Одну минуточку. Фабиана. Это сейчас модно. Вы, мои подруги, вместо того, чтобы меня поддержать, еще больше расстраиваете. Перестаньте обращаться со мной, как в сумасшедшей. Только что сбежавшей из психушки. София, мы хотим, чтобы ты была красивой. Наоборот, вы еще больше меня расстраиваете. У меня скоро встреча с парнем, который уволил меня из школы. Мне плевать, как я выгляжу. К тебе, Амар, дорогая. Что надо этому предателю? Нет. Скажи, что меня нет. Я ушла неизвестно куда. Уехала в Китай. Придумай что-нибудь. Она ушла. Уехала в Китай. Не знаю, где она. Что передать? Нет, ничего. Пока. Пока, милый. То есть Амар. Пока. Даниэль. Я должен объясниться, Ленар. Извини меня. Не думай, что я хотел порисоваться перед Альберто и Сенте. У меня даже в мыслях не было. Не думай оправдываться. Альберто уже пытался тебя защитить и довольно успешно. Поэтому я и пришла. Понятно? Да. В общем, раз уж я пришла, то знай, что в наш последний вечер мне было скверно. Я надеюсь, это не повторится. Тот вечер. Никогда. Так лучше. Нет, не лучше. Кому лучше, Ленар? Скажи хотя бы, что я сделал не так. Я плохо к тебе относился? Я тебе противен? Ответь что-нибудь. Дело не в тебе, а во мне. Я запуталась. Запуталась? Понимаю. Ясно. Ты была со мной, а думала об Альберто. Не тому же, Кике. Не сердись. Пока. Ну, как я сыграл? Вполне сносно. Если бы не фраза, которую ты твердил. Я не могла без дрожи сказать Анита. Анита хорошая девочка, у нее золотое сердце. Умоляю тебя, перестань. Эта фраза создана для меня. Она помогает мне выразить то, что я к ней чувствую, ведь я актер. Этой фразой я могу убедить кого угодно. Тебе смешно? Прости, но да. Что ж, ладно. Смешной ты. Я обижусь. Ну, зачем же так? Ты меня очень обидела. Так ты обиделся? Да, мне это не нравится. Не переигрывай. Не хочешь извиниться? Извиниться перед тобой? Разве я не заслужил? Хорошо, прости, да? Это не так просто. То есть как? Пойдем в кафе. Ты переходишь все границы. Ты мне как-то обещала. Хорошо. Давай пойдем в кафе. Я не говорил, что я ищу и композитора. Пишу песни. Нет. И сама их пою. Мне повезло. Я как раз одну вспомнил. Помнишь, когда-то мы с тобой любили друг друга. Добрый день. Садись. Ничего, я лучше постою. Простите, что опоздала. Были проблемы. Перейдем к делу. Объясните, зачем вы нас собрали? Сейчас. Ты кого-то ждешь? Да, но мы все равно можем начать. В прошлый раз я пыталась как можно тщательнее подбирать слова, потому что работала в этой школе психологом. Теперь я не принадлежу к этому учреждению и могу свободно называть вещи своими именами. Так мы можем говорить часами. Но решение принято и обсуждению не подлежит. Вы здесь больше не работаете и работать не будете. Ваш моральный облик не соответствует такой ответственной функции. У вас нет самолюбия. Понятно? Да, понятно. У меня нет. Можно? Что это значит, Дина? Спокойствие. Привет. Красиво. Что ж, как я уже сказала на уроке, который вы лично почтили своим присутствием, мы обсуждали особую тему. Да, сексологию. Нет. Нет. Лицемерие, сеньор Рафаэль. Пора. Давай. Гладис Бетти Тамара. Выстраивайтесь в шеренгу, девочки. Как солдатики. Вот так. Есть водительские права? А что? Не знаю, я подумала... Ты еще и думаешь. Как смешно. Нет, серьезно. Можно одолжить у папы машину и поехать на пляж. Или куда-нибудь еще. Ну как? Ты с ума сошла? Ты еще маленькая. Он нам даже колесо не доверит, не то, что машина. Ладно, прости. Алло. Анита, это София. Завтра ты можешь вернуться в школу. Что? Да. Комиссия изменила решение. Нас восстановили. Мы выиграли. Ничего не поняла. Объясни. Завтра все расскажу. Целую. Пока. Твоя сестренка счастлива? Да, счастлива. Какая сестренка? Э? Ты сказал сестренка. Сестренка. Сестренка? Нет, моя сестренка Моника, когда счастлива, всегда цокает по полу каблуками. Я вдруг это вспомнил. Заскок по Фрейду? Да, точно. Именно. Верно. А видела, какое лицо было у этого... Типа? Видела. А как он быстро изменил свое мнение? Правда? Да? Да, но боюсь, он что-нибудь сделает. Что он сделает? Ничего. Тогда я опять позвоню Гледису. Она соберет свое войско, и они всем расскажут про секс. И не только. Детали опустим? В общем, обо всем. Без деталей. Ладно. Нет, я еду к себе. Опять заскок? Да. Ладно. Откуда тебе. Мана? Ромина, что ты тут делаешь? Ведь я на работе. Я пришла сказать нечто важное. Выслушай меня. Помнишь, мама ушла из дома и бросила меня? Ей было наплевать, что я надолго осталась одна. Ясно? Что ты несешь? Я теперь остаюсь одна. Ну и оставайся, что с того. Поговорим после работы. Что тебе надо? Я пришла к жениху, а что? Перестань. Пусть она убирается. Если мой папа тебя увидит, то взошей выгонит и уволит Мона. Если ты его любишь, не мешай ему работать. Конечно, я его люблю. Так что ты даже не представляешь. И ты не отобьешь у меня его. Больше тебе это не удастся. Я буду приходить и целовать его, когда захочу. Чокнутая. Не трогай меня. Я все расскажу отцу. Мона. Беги, рассказывай. Барбара. Уходишь? Да, нужна моя помощь. Вероятнее всего, женщине. Это не то, что ты думаешь. Думаю. Я ничего не думаю. Лучше подумай, как ты обращаешься с беднягой Даниэлем. Хватит, Висенте. Не называй его беднягой Даниэлем. Меня уже тошнит. С Даниэлем ничего не случилось. Просто я его не люблю. В моей жизни есть только один мужчина. Ике. Ленор. Иногда ты меня пугаешь. Ну ладно, Мусапапа. Все не так страшно. Не делай невинные глаза. Если бы я тебя не остановила, ты бы опять вкуражился перед Фортунато. Я только хотел с ним поздороваться. Зачем? Чтобы похвастаться трофеем? Нет, моя королева. Ты королева, а не кубок или трофей. Я не понимаю, что за игру ты везешь. Не ври мне, Мусапапа. Ладно. Это была просто шутка. Ничего особенного. Я не люблю такие шутки. Хорошо. Извини. Люди часто ошибаются, София. Я совершил ошибку. Прости, я больше не буду. Прости. Ладно? Да, и спасибо тебе за Рафаэля. Хоть что-то я сделал правильно. Что ж, подожди, я еще не все сказал. Мне нравится твоя прическа. Ты выглядишь великолепно. Здорово. Спасибо. Улыбнись. Ну, что ты такой хмурый? Попробую. Мы так давно не оставались с тобой одни. Да? Да, верно. И что? Мне нравится быть с тобой. Да? Но я потеряла работу. Знаю. Я беспокоюсь. Ты должен поверить в то, что я тебе скажу. Я сердцем чувствую, что ты мне подсказываешь, что все будет хорошо. Скоро все уладится. Все, все. Да? Да, хренусь. Веришь? Да. Почему вы ушли? Не твое дело. Мона, послушай. То, что вы устроили на глазах у всех, было нехорошо. Ты пришла извиняться после того, как его уволили? Не пойму, что тебе надо? Мона, это не я сказала отцу, а кто-то другой. Ладно, только опять не деритесь. Конечно, она не признается. Заткнись. Ты побежала к папочке. Ой, папочка, папочка. Дай мне сказать. Говори. Что? Ничего. Хватит. Хватит. Она сама. Хватит. Мона, правда, ты должен мне поверить. Можешь думать, что хочешь, но... Я верю, Барбара, верю. Да? Верю. Все нормально. Может, когда ты будешь один, мы сможем поговорить? Он никогда не будет один, он всегда со мной. Дура, ненавижу тебя. Всегда. Правда? Всегда. Хорошее слово, всегда. Я всегда буду тебя любить. Всегда? Всегда, всегда. София, мне это кажется, или ты меня избегаешь? Я избегаю? Наоборот, зачем мне тебя избегать? Тогда все в порядке. Я заходил к тебе в офис, хотел повидаться. И что? Ничего. Нет, скажи, что. Я спросил тебя, но тебя не было. А, ясно. Я, наверное, выходила. У меня был напряженный день. Я то приходила, то уходила. И моя секретарша решила, что меня нет. Понятно. Я кое-что выяснил насчет твоей книги. Когда будешь посвободнее, позвони мне, и мы поговорим. Хорошо? Да. Не смею задерживать. Я позвоню. Тебе очень идет прическа. Спасибо. Это ты виновата. Ты сведешь меня с ума. Прости, Мона, я не хотела. Прости. Твои извинения, Рамина, мне не нужны. Ты добилась, чего хотела. Теперь я остался без работы. Ты довольна? Да, довольна. Наконец-то ты не будешь видеться с Барбарой. И она оставит тебя в покое. Постой. Что мне с тобой делать? Я стараюсь, Рамина, но это нелегко. Я люблю тебя. Очень люблю. Эй, поймайте мой мяч. Мальчик, мальчик, где тут карусей? Вот, но она не работает. Так не работает. Спасибо. Послушай, а ты не видел здесь девушку с белой тростью, как у меня? Висенте? Мальчик. Нет, не могу в это поверить, дорогая. Мама, в этом нет ничего особенного. Я уже достаточно взрослая. Знаю, но дело в том, что нам здесь хорошо. Всем, понимаешь? Кажется, всех все устраивает. Мама, когда мы сюда вернулись, то все знали, что это временно. Да. И я должна и хочу стать взрослой. Для этого мне нужен свой дом. Понимаю, дорогая. Конечно, я тебя понимаю. Но, София, ты можешь взрослеть и здесь. К тому же, Мануэль уже привык. Да и мы всегда поможем. Знаю. Но Мануэль уже замечает, что мы от вас зависим. Он еще слишком мал. Но он растет, мама. Не расстраивайся, ладно? Я не расстраиваюсь, но ты мой ребенок. И всегда будешь для меня моей девочкой. Конечно, а как же иначе? Да, не знаю. К тому же, я привыкла, что ты всегда рядом. Я ничего не могу поделать. Но не расстраивайся, мама. Я буду приходить каждый день. Одно дело приходить, а другое жить рядом, под одной крышей. Вот сейчас мы вместе готовим. Ладно, не обращай внимания. Я буду приходить каждый день, обещаю. Ладно. К тому же, это только планы. Я еще ничего окончательно не решила. Все равно, я буду без вас очень скучать. Мама. Ничего не поделаешь, дорогая, это правда. Я буду скучать. Мама, поможешь мне с уроками? Конечно, мой принес. Висенте! Висенте, ты здесь? Помогите кто-нибудь. Синьор, вот девушка, которую вы искали. Мария? Висенте, это ты? Привет. Привет. Я думала, что не найду тебя. Мне помог мальчик. Спасибо, малыш. Не за что. Этот мальчик просто ангел. Идем, нас ждет врач. Подожди. Почему? Думаю, мы опоздали. Попробуем, может, доктор нас еще ждет. Идем. Возьми меня под руку. Я не хочу тебя опять потерять. Куда? Ах, да. Наша дочь уезжает. Мама. Но это правда. Куда, принцесса? Это только планы, не более. Папа, не смотри на меня так. Ты можешь мне объяснить? Вы говорите загадками. В чем дело? Никаких загадок, папа. Помнишь, я просила, чтобы мы с Мануэлем пожили у вас? Временно. Думаю, теперь мне пора стать самостоятельной. Ладно, ты права. Прав ты так считаешь? Пожалуйста. Только не забудь, что в таком случае мы не сможем помогать тебе деньгами. Я имею в виду сейчас. Может, через месяц все изменится. Я не прошу денег, папа. Попробуй справиться сама, не волнуйся. Тем более, что я не спешу переезжать. Не расстраивайся, мама. Я не расстраиваюсь. Но сейчас ты говоришь, что не торопишься переезжать, а завтра заявишь. Мама, я нашла себе жилье. Не знаю. А ты, Ипполита, мог бы поинтересоваться, каково мне. Опять я виноват. Я же ничего не сказал, Эльза. Мам, я не хочу оттуда уезжать. Не забудь потом принять душ. Помолчай, Берта. Давай, давай, давай. Не строй себе силача. Ох, молодец. Моя рука. Зачем ты ел? Нельзя жевать сыр, когда соревнуешься. А сосиски? Кто следующий, ты? Нет, не хочу. Спасибо. Парень, тебе не хватает азарта. Кое-то веки наш хозяин вышел в свет со своими рабочими. Заткнись. Тише, мы сюда тоже поставляем газировку. Боишься проиграть, как Жижи? Нет, просто не хочу бороться, вот и все. Что-то ты сегодня не в духе. Пусть попробует кто-нибудь другой. Давай левый, я выиграю. Я сам. И будешь бороться левой, потому что правый слабо, да? Начнем? Да. Я левша. И я. Я дал ее фуру. Давай правый. Ты же левша? Ну, кое-что я могу делать и правой рукой. Подожди, я сосредоточусь. Начали? Да. Давай. Ну. Не смотри так. Держись. Не смотри. Надо же наш мусопапа борется с женщиной. Все, доктор, можно моргать? Разумеется, можно. Что, доктор? Надо сделать ряб-тестов, чтобы оценить проблему. Это обычная процедура. А вы сами можете что-нибудь сказать? Судя по вашим показателям, Мария, вероятность восстановить зрение высока. Что ж, давай. Покажи ему. Давай, босс, не сдавайся. Сосредоточься, Альберто. Бужайся, босс. Подождите же. Парень, не сдвигай мою руку. Поправляй обе, но только не мою. Точнете так. Прикончи его. Начали? Давай, Альберто, размашь его. Давай, давай. Скажи, пусть официант не смотрит. Эй, ты, не мешай ему сосредоточиться. Держись, Альберто, ты же можешь, парень. Отключи телефон, зачем ты его сюда притащил? Алло. Да, да, да. Это София. Привет, моя королева. Держись, Альберто. 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 Субтитры сделал DimaTorzok